Грэм Мастертон. Платоядный. «Ты уверен, что это безопасно?» – спросила Марина. Комнату в общежитии внезапно осветило вечернее солнце, и ей пришлось поднять пухлую руку, чтобы прикрыть глаза. «Конечно, безопасно», – ответил Майрон. Так делали древние египтяне в XIII веке до нашей эры во время правления царя Сити. Если царь жаловался, что одна из его наложниц стала слишком полной, Евнух брал плотоядного жука и внедрял ей под кожу, а затем позволял ползать внутри нее пару часов. Они выедали подкожный жир. Единственное, что эти сосунки едят. Это естественная липосакция. Марин разглядывала маленького желто-коричневого жука, который изо всех сил старался выбраться из плексиглазовой коробки. Он выглядел довольно безобидным, как божья коровка. Майрон снял очки и протер их своей майкой с Альбертом Эйнштейном. «Тебя решать. Конечно, твои пятьдесят баксов помогут мне купить еще редких насекомых, но ты и так симпатичная. Немного полненькая, может быть». Эта полненькая решила все. «Я сделаю это», – сказала Марин. Она снова взгромоздилась на кровать и задрала свитер размера XXL. Майрон сел рядом, вытащил скальпель из стерильной обертки и стиснул три дюйма плоти с левой стороны ее живота. «Будь немного больно», – сказал он. И сделал четвертьдюймовый разрез прямо до подкожного жира. На резинку трусиков потекла кровь. Майрон осторожно открыл пластиковую коробку, воспользовался трубочкой для коктейля, чтобы всосать жука и уронить прямо в открытую ранку Марин. Жук немедленно зарылся под кожу. «Такое ощущение, что по мне ползет паук», – сказала Марин. «Но внутри». Майрон взглянул на часы. «Я вернусь ровно через два часа. К тому времени ты будешь выглядеть, как Гвинет Пелтру». Выходя из общежития, Майрон наткнулся на высокую, стройную, темноволосую девушку в обтягивающих джинсах. «Элли? Элли Ньюман! Вы только посмотрите на нее!» «Диета Эткинса», – ухмыльнулась Элли. «Я похудела на 48 фунтов». «Да ты шикарно выглядишь! Может быть, пропустим по стаканчику?» Провожая Элли в общежитии, Майрон услышал, как кампусовские часы пробили одиннадцать. «Черт!» – он хлопнул рукой по рту. «Марин! А что там с Марин?» Майрон распахнул дверь. В комнате девушки было темно. Он включил свет. Марин все еще лежала на кровати. Ее лицо походило на череп с блестящими глазами. Кожа свисала с плеч, подобно тяжелым складкам ткани. «Майрон!» – прохрепела она. «Я похудела. Майрон!» Приближаясь к ней, Майрон услышал царапанья, исходящие из ванной комнаты. Затем звуки неуклюжего движения. Он с опаской заглянул внутрь. Под ванной находился огромный распухший мешок. Он был полупрозрачным, поэтому Майрон мог видеть, что он наполнен толстыми комками белого жира. Лишь приглядевшись, Майрон заметил крошечную черную головку и миниатюрные лапки насекомого. «Да, Марин, ты похудела», – сказал он. «Ни одной унции жира в тебе не осталось». Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Авторский перевод – Шамиля Галиева. Алдиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Продолжение следует – Шамиля Галиева.